Первым делом я нагрею что-нибудь такое длинное, металлическое, чтобы можно было сделать отверстие. У меня это техническая отвертка, которую я постоянно использую для всяких таких дел. Если вдруг у вас нет возможности нагреть, то можно сделать вот такие дырочки по дну стакана. То есть это элементарно, просто немножко нужно повозиться подольше. Срезается ребрышко у дна, да, вот таким образом. То есть вот симметрично просто расположу. Вот так. Вот. И, собственно, дренажное отверстие готово. Немножко посидеть, но ничего, вечерочек за телевизором. Я сама так не делаю. Я просто сейчас придуревлю. И дуревить я буду. Это вот самую маленькую кучку, которую я хочу показать. А вообще я даже больше беру и за один раз дрын-дрын. И все. Ну вот, отвертка нагрелась. Я спокойно дуревлю. Раз. Все, ставлю опять. У меня еще есть, что придуревить. Вот таким образом, видите, я сразу все продырявила. Все это легко вынимается. То есть ничего не слепляется между собой. Единственное, что может слепиться, когда большое очень количество. Не делайте большое количество. Вот. Делайте. Это же быстро. Секунды. Раз. Все. Так же я сразу сделаю большие. Хочу просто сразу заделать то, что у меня есть. Чтобы потом к этому вопросу, если я обращаться, то только по мере необходимости. Вот она опять согрелась. И опять. Здесь я сделаю побольше. дырочек. Потому что в этих стаканах и земли-то побольше будет. Вот и все. Видите? Раз. И раз. Затем стакан с отверстиями я подготавливаю таким образом. я просто отрезаю вот это вот колечко. Вася, осторожно. Вот это вот колечко, которое проходит по кругу. и стакан получается пластичным, так скажем, да? Тоже это сделать абсолютно нетрудно. Буквально один вечерочек перед телевизором, и все стаканы уже подготовлены. А если подключить семью, так это вообще полчаса и все сделаем. У меня стаканы будут и, ну, те, которые остались у меня с прошлого года. Просто не все там, так скажем, целые. Потому что они даже не с прошлого года, а некоторые даже с позапрошлого года. Это я просто закупила на всякий случай, если вдруг после инспекции окажется, что там стаканы будут негутные. Помидоры, перцы обязательно пройдут процедуру перевалки. Не знаю, почему говорят, что перцы не любят перевалку. Я что-то не замечала. И сначала я посажу перцы, посажу сначала вот в эти 200-граммовые, а затем я перевалю их в пол-литровые. И вот таким образом они у меня в пол-литровых будут до высадки. У пол-литровых тоже отрезаю это плотное кольцо. Вот. И вот тут такое вот оно становится. Это я еще аккуратненько режу. А муж у меня, если его попросить, он делает чик-чик-чик. Все. И все. Правда, тут зубчики остаются. Но он говорит, а какая тебе разница, остались зубчики или нет. Ни на что это не влияет. Правда. Вот такая вот скорлупа у меня пойдет как дренаж. И для того, чтобы немножко погасить кислоту в грунте, который я прикупила, я еще пропущу через кофемолку немножко и добавлю в грунт. Много добавлять не буду, как-то я добавила много. И изначально пошла реакция, то есть запах стоял дома. Ого-го. На сей момент пока предполагаю как дренаж. И чуть-чуть совсем в грунт. В этом году я себе прикупила два вида грунта. Вот такую башкирскую землю. И вот такую смесь, названную грунтом. Но это, скорее всего, пальма плюс верховой торф, скорее всего. Что-то я опять ошиблась с грунтом в этом году. Вот с этим. Но он у меня пойдет как разрыхлитель к этому. Раз я вот этот подозрительный грунт все-таки прогрею. Не очень-то он мне нравится. Я его прогрею. Прогрела я вот этот грунт, который у меня торф с пальмой. Я так понимаю, но я могу только об этом догадываться. Приблизительно где-то, наверное, килограмм этого грунта. Я прогрела 3 минуты. Волновка при этом я грею в микроволновке. И микроволновка выставлена на 800. То есть на самую максимальную мощность у меня. Можно это прогреть и в духовке. Я раньше грела в духовке. То есть на противень высыпаю землю. Это быстро, много. Единственное, что греть духовку. Здесь вроде в микроволновке раз, быстро и все. Ну, это как кому удобно. Теперь идет у меня вот эта моя башкирская земля. Вот такая вот земля. То есть это просто земля. Ну, как бы, если было там, допустим, с огорода. Я езжу на историческую родину моей мамы. Там чернозем. Вот это вот та земля, которая там у них есть. Вот просто без примесей, без пальмы, без, не знаю, без каких-то там вкраплений. Вот они просто загрузили в мешке с полей, не знаю так, и привезли. Вот сюда добавляю свой прогретый грунт. И добавляю скорлупу. Я уже ее промолола. При посадке проросших семян я еще пролью дополнительно или кипятком, или раствором марганцовки. Не знаю, что на тот момент мне захочется, чем-нибудь проливаю. Вот и все. Вот такой грунт у меня планируется. В принципе, никаких вермикулитов, никаких дополнительных разрыхлителей я не буду сюда добавлять. Все, хороший рыхлый грунт. Покажу на прозрачном стакане, как это будет у меня потом выглядеть, когда я буду уже пересаживать проклюнувшиеся и немножко подросшие растежки. Для начала положу немного дренажа, совсем немного. В этом году у меня его немного. Положу немножко скорлупы. Это будет и как дренаж, и как подкормка. Далее засыплю необходимое количество земли. Сначала я посажу вот таким образом. То есть чуть-чуть я не буду досыпать, да, чтобы местечко осталось. По мере роста растений я буду потом досыпать. В итоге у меня будет практически под край стакана. Вот так вот будет это все выглядеть. Но это будет потом, опять-таки. Я просто сейчас хочу рассказать, вдруг кому-то это надо. Ну, правильно, у нас все уже с каким-то опытом. Я не навязываю вот именно этот метод. Я рассказываю, как буду делать я. И каждая огородница, думаю, что для себя уже подчеркнула какие-то методы, более удобные для нее. Но, опять-таки, из года в год просматривая YouTube, разное видео, там вся можно подчеркнуть что-то удобное для себя. Мало ли, может кто-то это не знал. Вот, например, в запрошенном году я посмотрела, как можно вот эти вот обрезать эти кольца и уместить этим самым в коробке побольше. Но это же важно. Это когда на балконе размещаешь рассаду. Не у всех есть такая возможность, да, и у некоторых вообще нет, например, ни балконов, ни лоджий. Просто есть подоконники. Это тоже важно. Это экономия места, и причем колоссальная экономия места. Вдруг кто-то не знает. Вот я показываю. Можно взять у меня опыт. Пожалуйста, пользуйтесь. Я тоже смотрю видео и тоже пользуюсь некоторыми советами. И спасибо за это. Откуда бы я узнала? Да ниоткуда. Пророщенные семена я сажаю вот в такие коробочки. Насыпала земли в такую коробку. И сажаю уже прокленувшиеся семена. Делаю просто отверстие на каком-то расстоянии. И туда сажаю. При этом сначала нужно будет пролить или кипяточком, или марганцовкой. Что как хотите. Можно просто водой пролить, если у вас грунт уже проверенный, и вы ему доверяете. Сюда сажаем семена. Я, как правило, здесь написываю номер. Допустим, у меня будет вот эта вот маленькая коробка будет для капусты. Я напишу здесь цифра 1, допустим. Это соответствует какому-то сорту капусты. Здесь цифра 1, здесь цифра 1. И посажу все семена, которые соответствуют этому сорту. В прошлом году я не делала, но у меня бывало путаницы, когда они подрастают. В этом году я просто сделаю перемычки. Никуда эти перемычки не денутся. И будут спокойно вам разделять то, что нужно разделить друг от друга. Все-таки я решила показать на примере обрезанных колец и необрезанных колец. Вот смотрите, то, что мы успели продырявить, я наполнила грунтом и вот сложила. Вот так вот все это получается. Просто здесь еще нет рядов. Когда будут ряды, видите, как все получается компактно. Для сравнения, вот с необрезанными колечками. Я поставлю сейчас просто пустые, не буду наполнять землю. Вот они, видите, вот уже видно. Между ними уже идет расстояние, которое просто будет теряться. Видите? Вот сюда, например, этих стаканчиков я поставлю. На этом участке даже меньший участок. У меня ушло 8 стаканов. А с необрезанными колечками ушло только 6. Вот и вся арифметика. В том, что стаканчики деформируются, ничего страшного. Сколько земли я насыпала, столько в них и осталось. Никуда не выжимается, не прижимается, ничего. Корешочки, когда прорастают в этом стакане, просто принимают форму того объема, который у них для этого есть. И при перевалке просто вытаскиваете, вываливаете аккуратно этот ком и помещаете в более-больше стакан и обсыпаете этот ком землей. Все. Никакой деформации корней, ни обрыв корней, ничего не происходит. Всего доброго, друзья. До завтра. Завтра будем сажать, вернее замачивать, не сажать, а замачивать семена. Но это приравнивается к посадке семян в грунт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok